В Ненецком округе завершилась неделя бесплатного профилактического осмотра диагностики рака головы и шеи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проводили осмотр врачей Ненецкой окружной больницы и приглашенный специалист от толаринголог из города Архангельск. Об итогах диагностики расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Бесплатный осмотр пациентов проходил с 16 по 20 сентября. Всего на прием пришло 205 человек, в том числе пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении у онколога. Проводили диагностику врачи-стоматолог-хирург, онколог и приглашенный специалист из города Архангельск от толаринголог. Осматривали полость рта, носоглотку, гортань миндалины, ротоглотку, щитовидную железу, лимфоузлы шеи, кожу, уши, заднюю стенку глотки и волосистую часть головы. При этом на дообследование из 205 человек отправили 21. Поймать онкозаболевание на ранней стадии – это самое главное достижение, потому что 90-95% пойманных на первой-второй стадии раковых заболеваний хорошо лечатся на сегодняшний день. И продолжительность жизни после такого лечения составляет 10-15-20 лет и более. Специалисты советуют проводить и самим пациентам профилактические наблюдения для уменьшения риска заболеваний. При появлении следующих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Если у вас значительное беспричинное снижение веса, длительное повышение температуры тела, но длительное – это значит месяц и более, обнаружение уплотнений в каких-либо участках тела, уплотнение или увеличение лимфоузлов, какие-то пакеты лимфоузлов, частые кровотечения, износа половых органов, кровь в воспражнениях и кровь в моче. Это может быть таким, да. Появление, разрастание или изменение цвета родинок и бородавок, головные боли необъяснимого происхождения, ухудшение координации, слуха, снижение зрения беспричинное, плюс двоение в глазах, там еще какие-то симптомы нарушения статики, нарушение хождения, да, то есть как бы человека качает в этом плане. Симптомы, не связанные с имеющимися у вас подтвержденным заболеванием. Следует отказаться от курения, уменьшить пребывание на солнце, нормализовать питание, а также проходить диспансеризацию. Необходимо, чтобы население регулярно проходило диспансерное наблюдение. Сейчас у нас введены изменения в прохождении диспансеризации. Лица до 40 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. То есть если наше население будет регулярно проходить эти диспансерные осмотры, у докторов накопится определенный материал, по которому уже можно было делать выводы, угрожаем человеку развитию каких-либо заболеваний, в том числе онкологических или нет, и это поможет нам выявлять онкологические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и так далее, на более ранних стадиях, что позволит нам поднять уровень жизни наших граждан, снизить смертность, к чему мы стремимся, реализуя наш восстанный проект. Добавлю, на 1 ноября запланировано проведение семинаров докторов Нинецкой окружной больницы с приезжими специалистами в области детской онкологии. Наталья Кислякова, Владислав Ткачев, Антон Водряков, Телеканал Север.